первые основания конечно я все это знаю даже больше конечно знаю но причем вы сказали свет не горел сейчас мы выясним что он горел значит причина не было хорошо гореть все горит дай бог почему чтобы это будет выкладывать сети явно что такое запретили теперь можно уже снимать город 20 апреля 22 года что вот меня требует можно пожалуйста ваша водитель подоставления здесь регистрация согласно пункту правил 2 1 1 основание ты не называете да такое где такое основание 106 пункт ваших выжить приказ 4 приказ 83 пункт вы читали внимание это остановка это основка мы с основной разобрались а теперь вы просите второе действие я понимаю остановился лиц и основания причину я снова чем основание предъявить документ это второе действие я знаю зачем почему вас машина спрятана нарушение водители вас видят водители вас видят я же на дороге смотрите давайте давайте вот день и вас видят вы почему без жилета стоите нарушение вашего приказа приказ для всех а днем мы работаем берега реально же вы имеете ввиду областной буквально мы работаем на время сутки начнем пожалуйста нас проблесковые маячки включили жилеты на месте неоднократно одни и те же вопросы задавали но эти я принесу проще книжку и зачитаю вам так не наталья но основание то вы все равно не назвали до сих пор основания при проверке является четыре основания правильно не увидел что у вас горят дневные ходовые огни они действительно грязные правильно но пыль не популяет у меня поражительно пыльные а чё через пыль свет не проходит я вам вопрос задаю пыль ну не ответьте пожалуйста потом незначительный слой пыли хорошо извинился да извините это да мой костяк увидел издалека далее вы с меня что требуйте основание передачи документ основания передачи документ согласно идеальному закону право там не основание передать а право проверить ну давай имеют право да где увидите что имеет ну сначала переходим это право полиция не имеет право 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 полиции тут написано основание для проверки ваших документов ну где покажите вот я вам открыл пожалуйста возьмите можете здесь снять это на камеру вашим так основанием было покажите основание останавливать транспортное цислость это необходимо для выполнения возложить на полицию обязанностей это раз правильно второе отречивать безопасности дорожного движения но это понятно проверять документы право на право пользования и управления ими это право право я сейчас и требует вашему мне предоставили посмотрите вы имеете право управлять а вы различаете слово право проверять документы и основание у вас есть не просить основание до основания право то у вас есть основание это какое у вас есть право применять оружие 64 приказ пожалуйста он 83 это причина остановки 83 хорошо вы хотите основание мероприятия лес сейчас мы посмотрим у вас нет там ничего ну там деревянного и все давайте ознакомимся мероприятием конечно давайте хорошо вот видите как долго мы шли к этому давайте открою хотите это тогда уже через протокол посмотрите нет нет конечно я просто конечно скачу заявление оставлю хотите это ваше право или вы про вахты вспоминаете о моих только потом уже что нарушаете почему неподоведенности в действии если хотите обеспечить двадцать восемь 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 словами говорю вы так записывать должны называться в плане принятия устава заявления называть списку сенкову можете привет передать также передаем привет и депсам глухову бобенышеву и малеву которые незаконно выносили постановление уже полгода за нашли ходу еще будет на этот год походится начальника конечно а кто сейчас начальник что там упустили не упустили начальник у нас пишите нет 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 да 16 октября 9 на территории обнаружил нарушение со стороны экипажа 36.0.30 в составе, который заключалось, что доуказанный экипаж службы нарушения установленных регламентов, а именно патрульный автомобиль в принесении службы был припаркован вне поля видимости части поддорожного движения в метрах с 30 от проезжей части. Кроме этого, данный экипаж находился без светоотражающих жилетов, в нарушении тех же регламентов. Прошу провести служебную проверку. Ответ отправить на электронный адрес. До свидания, не нарушай.